Приветствую вас. Ввиду ряда обстоятельств, да, ввиду информации, которая размещается в данном вопросе, я не считаю возможным, да, его засчитывать и давать в данном случае пересказ этого вопроса. Я считаю, что это неэтично, вот, поэтому мой ответ будет также максимально лишён каких-то подробностей, ну вот, я постараюсь ответить вам и постараюсь... да, своё видение ситуации по поводу вашей тревожности, вот. Во-первых, я бы сказал, что между вами и вашим ребёнком отсутствуют личные границы, вот. Потому что каким-то образом вам становится известна довольно интимная информация о нём, которую, ну, в общем, происхождение которой не совсем ясно. Это не совсем ясно, как вы эту информацию получили. Естественно, ваш сын может быть не в курсе того, что нарушаются его личные границы. И, в общем и целом, вам, если вы, ну, заботитесь о нём на самом деле, а не продвигаете идею того, что ваш сын должен быть каким-то, каким вы хотите его видеть, да? Вот. То вам нужно об этих самых личных границах в первую очередь ему сообщить и уж тем более их уважать у вашего сына, да? Вот. Пока что мы видим, что этого не происходит, по крайней мере, по тексту вашего вопроса. Дальше. Вне зависимости от того, что представляет собой интерес вашего сына, потому что всё равно наверняка можно об этом будет говорить, во-первых, после личного общения с ним, да? То есть вы обратите внимание, что вы спрашиваете просто его сына. Вот. Но вообще говоря, психологи не могут обсуждать третьих лиц. Вот. И даже когда происходит работа с детьми, психологи не дают информации всей родителям. Только если речь не идёт о чем-то довольно серьёзном, вот. Но и в таком случае всё равно подбираются какие-то слова, потому что конфиденциальность и, как бы вот, ну, сохранность личной информации, она очень важна. Вот. Поэтому, вне зависимости от того, что представляет собой ваш интерес вашего сына, да? Его увлечённость, его внимание к этому вопросу, да? Вне зависимости от того. Я бы сказал, что речь идёт в первую очередь о вашей тревожности, в любом случае о вашей тревожности. То есть, понимаете, какая штука? Сейчас вопрос стоит так, что или это ваша тревожность и ваш сын просто увлёкся и это ничего не значит, или вашему сыну действительно важно это, и тогда вы не тревожны, а ваши опасения, на самом деле, как бы, ну, имеют основания. Так вот, ваша тревожность в любом случае является тревожностью и непринятием вашего сына, в любом случае. Потому что вы, так или иначе, против, внутри себя, вы не отказываетесь принимать своего сына в какой-то форме, выступая против какого-либо выбора, выступая против какой-либо, в данном случае, ну, скажем так, векторности, да, его. Вот. И это большая проблема. То, что вы хотите видеть своего сына каким-то, совершенно не означает, что он им должен быть. То, что ваш сын рос и растёт в полной семье, совершенно не означает, что он должен быть только таким. Вот. И то, что вы здесь демонстрируете свою определённую стереотипность, то, что здесь вы демонстрируете определённого рода непринятие его, да, это является, на мой взгляд, это является очень серьёзной проблемой, которая может повлиять на вашего сына, может повлиять на, скажем так, ваше, ну, взаимодействие, может быть, с ним. Вот. И самое главное, самое главное, что хочется сказать, это то, что подлёбное поведение, нравится вам это или нет, то есть вот ваше такое внимание к этому, нравится вам это или нет, лишь только будет, лишь только подстёгивает его интересоваться тем, чем он интересуется. Вот. Потому что он чувствует некоторое ваше сопротивление, чувствует некоторую вашу настороженность и, соответственно, ну, реагирует на это таким образом. И, на данный момент, как обстоят дела? Дела обстоят так, что если вы будете внутренне сопротивляться, поэтому если вы будете внутренне отстаивать свою позицию с того, что ваш сын должен быть каким-то и не должен быть каким-то, то этот интерес, который сейчас может быть как просто интересом, этот интерес, который сейчас может быть чем угодно, да, может действительно преврасти в что-то серьёзное. А если это действительно что-то более серьёзное, хотя в возрасте вашего сына об этом говорить, пожалуй, нет возможности, но тем не менее, если даже это что-то серьёзное, и я на этом настаиваю, то опять же здесь исключительно проблематика того, что вы внутренне противитесь как бы, ну, вот, некому образу вашего сына, который вы сами построили и который теперь не совпадает с тем, что есть на самом деле. Вот. Что вызывает у вас само собой сопротивление. Вот. И это, это большая проблема. Понимаете? Это вот как раз большая проблема, это как раз серьёзная проблема, вот. Вот. И в общем и целом здесь в первую очередь ваша задача заключается в том, чтобы вы внимание сына перенесли на себя. Вот. И увидели бы, постарались увидеть, постарались увидеть, что дело не в, ну, как бы не в важном сыне, а в вас. Вот. Что вы, как бы вот, ну, условно говоря, там, боитесь, боитесь чего-то. Вот. Вы чего-то боитесь, вы чего-то опасаетесь. И, соответственно, раз вы чего-то боитесь и раз вы чего-то опасаетесь, вот. То вот, как бы это и создаёт такое вот напряжение у вас, к сожалению. И ваш сын здесь ни при чём. Он, ваш сын, живёт своей жизнью. Он, ваш сын, изучает мир, изучает людей, изучает свои интересы, изучает, если угодно, если хотите. Он изучает себя. Сейчас. Вот. Вот. И в общем и целом, как мне видится, это, ну, абсолютно нормально. Понимаете? Вот. А вы, вы этому вот, значит, противитесь, противитесь. Вот. Вы, ну, вы как-то беспокоитесь. Вот. И... Все. Соотве... Соответственно... Вам тяжело, вы уже, а? Со своим сыном, получается, а? Общаться. Общаться. Взаимодействовать свободно. Вы, вы не можете. Вот. То есть, вот, получается такая штука, что... У вас есть страхи. Ну, определенного рода, да, у вас есть страхи. Вот. А вы, соответственно, свои страхи, да, приписываете своему сыну. Воспитываю у него ощущение, что это что-то вот неправильное, что это что-то ненормальное, что это что-то ужасное и так далее. Хотя, на самом деле, ничего в этом такого нет и ничего такого ваш сын не делает. Вот. Поэтому... С точки зрения психологии, я бы вот, наверное, такой ответ бы вам дал. Вот. И, соответственно, разбираться вам нужно в первую очередь по себе и работать в первую очередь со своими страхами. Вот. Со своими установками. А, ну, в том числе, вот. Ну, блокирующими, скажем так. И тогда я думаю, что вам вот общаться с вашим сыном будет легче, лучше, проще, и... тогда можно будет говорить о том, ну, как бы, что это на самом деле. Вот. Но в любом случае, что это на самом деле, в любом случае, что это на самом деле, будет, ну, будет, как бы, понятно, да, будет ясно, будет очевидно, только спустя, ну, какое-то время. То есть, только спустя, только спустя, ну, некоторое, некоторое время. Вот. Когда ваш сын, наверное, как-то вот подрастает и так далее. Вот. Вот. Но в любом случае хочется обратить ваше внимание, в любом случае хочется обратить ваше внимание на то, что уже сейчас вы вот своей моделью поведения, да, вы своим отношением к тому, что происходит, вот, вы просто-напросто, ну, скажем так, искусственно, да, искусственно заостряете, внимание вашего сына на этом. Вот. А, то есть, там, где бы он, ну, вот, просто, ну, допустим, да, как-то вот с этим, столкнулся бы и всё, вот, здесь такая ситуация, ну, происходит такая ситуация, что волей-неволей он уделяет этому, ну, всё больше и больше внимания, вот. Вот. А, благодаря вам, в данном случае. Вот. А, что ещё хочется сказать? Значит, а, дальше, да, вот у вас есть терминология нормы, вот, предполагаю, что интерес вашего сына делает его каким-то ненормальным. Это очень жёстко ограничивающая, ригидная установка, вот, которую необходимо корректировать, потому что ваш ребёнок не становится менее нормальным от того, что ему интересно, вот. То есть, понимаете, да, вот, как это вот в данном случае, ну, как это в данном случае происходит, да? В данном случае это происходит так, что вы, значит, просто-напросто ограничиваете своего сына внутри себя, вот, и сами из этого страдаете. Из-за того, что ваш сын не соответствует вашей норме. Это первое. А, второе, это то, что вот, если, если он будет что-то делать, то он ненормальный. Вот. То есть, это вот второе процесс, я хочу, чтобы мой сын, мой сын был нормальным. Вот. А, при этом, при этом, как бы, ну, волей, волей-неволей, да, возникает вопрос. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, то есть на этот вопрос в данном случае вы тоже ответить вряд ли сможете, потому что... Потому что... Норма есть только вот, ну, ну... В вашем, ну, в вашем восприятии, вот, так я бы сказал. И, соответственно, тревога, это в данном случае тревога связана с тем, что ваши представления оказались на споре определенные угрозы. Вот. И, соответственно, вы с ними боретесь, как бы, ну, пытаетесь, по крайней мере, бороться. Вот. То есть, вот понимаете, да, целый ряд, ну, наличествует целый ряд проблем в данном случае. Вот. И их, эти проблемы нужно решать. Вот. То есть, не вам стараться как-то вот, ну, что-то выяснить. У своего сына. Вот. А именно, именно работать над собой. Вот. И тогда, вне зависимости от того, ну, что с ним происходит у вас, в любом случае, всё будет хорошо. Вот. Как-то так, какой-то такой ответ я могу вам дать сейчас. Вот. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом. И буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И это позволит вам, скажем так, сформулировать, ну, базовые постулаты, да, для психотерапии. Вот. То есть, чтобы вы могли сформулировать для себя, над чем вы хотели бы поработать. Вот. Ещё раз повторюсь, на всякий случай. Дело не в вашем сыне. Вот. Абсолютно дело не в вашем сыне. В данном случае дело исключительно в том, как вы относитесь к этой ситуации. Вот ваша тревога уже и ваши отношения может передаваться как раз таки ребёнку, да, и вот. Ну, как-то на него в данном случае влиять. Ну, влиять не лучшим образом, как мы понимаем с вами, надеюсь. Вот. Всего вам самого хорошего. Обращайтесь. Обращайтесь. Надеюсь, что нет. Продолжение следует...